Что-то по-одесски. Ну так. Наверное, смогу. Да, я думаю, что так и можно попробовать на самом-то деле. А что я могу сказать? Саланда полный кефалий в Одессу кости приводил. Что-нибудь за Одессу. Так я аж растерялся от такого просто. Нет, я не могу. Я не хочу просто портить то впечатление, которое делают настоящие люди. Тех одесситов уже подражать, я думаю, что смысла нет. Это вот дедушки, бабушки, они еще могут выдать. Что-то не получается. Я вас умоляю. А что вы хотели услышать? Мой шеф, вот у меня такое дело, я на пляж собираюсь. Вот что мне такого надеть, чтобы все ахнули? Ну, Роза, надейте конкретно, так на пляже точно все ахнут. А как же без юмора? Такое тяжелое время. Мы бы, наверное, не смогли. На юморину мы не ходим, потому что там как-то так не очень интересно. Но вообще-то, когда вот общение одесское очень интересно. Я была давно в Белоруссии, так они говорят, ну поговори с нами. Я говорю, а что ж поговорить? Ну ты так красиво говоришь, совершенно не так, как мы. Так что, видимо, что там в нас есть одесское. Все-таки в городе было 130 национальностей, и каждая национальность придавала какой-то колорит нашему городу. Ну это специфическое такое смешение наций, можно знать. Весь юмор всех этих национальностей скупился в один, и его, в принципе, можно называть еврейским. Будем говорить между украинским, там и, скажем, тем же русским, болгарским, еврейским. Все вместе дало определенную вот эту колоритию. Одесский язык. Если слова еврейские, взять, добавить шуточки и начать им говорить, то получается, что очень даже хороший еврейский, не еврейский, а одесский. Конечно, он существует просто от ситуации, от времени. Он не тот, который надо ждать с минуты на минуту, а одесситы что-то выдадут. Ну это такое непроизвольно, неожиданно, в чем имеет ценности. Наш Ванецкий, это он из Одессы, весь юмор он брал и на привозе в том числе. Это всегда было. Все, что ты хочешь найти в Одессе, пойди на привоз. Некоторые колоритные одесситы до сих пор общаются с помощью таких слов, и они сами по себе. Я бы сказал, что они такие смешные на самом-то деле. Сейчас уже люди, по-моему, не сильно юмором занимаются. Одесса была, есть и будет. Надо быть оптимистами. Мы хоть и говорим на русском, но все равно верим в нашу победу. Думаем, что, конечно, к первому апрелю она не состоится. Но в душе мы отпразднуем это дело.